Труднодоступность, трудоустройство для ЛОВЗ действительно есть. Об этом рассказывает Эмиль Бек и Синалеев. Условия приема на работу такие же, как и для всех остальных. Ну а те, кто работают в организациях, не получают положенной им 5-процентной квоты. Квоты, например, для женщин, для мужчин, для инвалидов тоже должны быть. Потому что инвалидов очень много у нас сейчас. Я знаю, что в Соколуке, например, года 3-4 назад я там бывал, в подвале работают инвалиды, без ног, без рук. Сменицех там есть, например, они сами капитальный ремонт сделали в подвале. Вот таких много сейчас случаев. Поэтому здесь надо через жорк, конечно, предложение надо вынести и поддержать вот это вот объединение. Общественное объединение всяческими путями решает проблемы людей с инвалидностью. Таким образом, в столице прошел семинар, который направлен как раз-таки на данную ситуацию. Участники рассматривали проекты и предложения для направления их в Джорку-Кенеш. В семинаре мы будем рассматривать существующие проблемы людей и подростков ОВЗ. Различные объединения, которые действуют во всех семи областях. Отчитаются, какие были предприняты меры и какие проблемы остаются все еще нерешенными. К примеру, я бы хотел обозначить вопрос отсутствия пануса в общественных объектах. Но и в целом обращение людей к людям с инвалидностью. А мы, как знаем, равные права распространяются для всех. Каждый из присутствующих в семинаре расскажет об итогах проведенной работы. Но, как показало время, не все законы, принятые для людей с инвалидностью, работают на данный момент. К нам обращаются многие. Мы стараемся искоренять проблемы. На основании этого мы бы хотели сегодня прийти к итогу и вынести необходимые предложения в Джорку-Кенеш. А там уже будет рассматривать соответствующие лица. Надеемся, что права будут работать для каждого одинаково. По словам многих экспертов, в стране хоть и ведется необходимая работа для социальной интеграции и реабилитации лиц с ОВЗ, но достаточно низким темпом. Вопросы доступности в общественных сферах должны решаться правильно и справедливо, а законы, которые были приняты, работать.